Приветствую вас! Вы знаете, вы достаточно мало предоставили информацию о CPS в течение того, какую проблему вы описываете. То есть, если вы описываете проблему вот такого характера, да? То есть, проблему, при которой вы, ну, у вас была анорексия, и вы, соответственно, от нее страдали, и сейчас, теперь вы чувствуете себя свободной, то, соответственно, я думаю, что в первую очередь нужно выяснить, что вы делали, когда у вас была анорексия. То есть, прям вот конкретно, что вы делали? То есть, в чем вы перегибали палку? Потому что, сейчас вы не хотите заниматься тем, чем занимались раньше по вполне, в общем, понятным причинам и вполне адекватным причинам. Потому что, если раньше мотивация была ваша, да, то есть, вы, ну, были замотивированы просто так работать и заниматься чем-то, то сейчас вы не замотивированы. То есть, привычной мотивации больше нет. А новой мотивации вы себе не сделали. То есть, по сути, ваша анорексия, да, она возникла не на пустом месте, не на ровном месте, она возникла, потому что на то были какие-то причины, на то были основания. И убрав ее, убрав ее, ну вот, анорексию, убрав ее, вы вполне возможно лишили себя привычных мотивационных аспектов. Вот. Понимаете? То есть, вполне возможно, что вам необходимо заново искать то, что, то, что живо откликается у вас по чувствам и по эмоциям. Я, конечно, не знаю всех толькостей, да, я не знаю всех деталей, вот, но могу сказать, что если у вас нет мотивации, как бы говорить, если у вас нет мотивации, то вполне возможно, что все, что вы делали, ну, например, до сих пор, да, вот все, чем вы занимались. Все это было, ну, не совсем ваше. То есть, все это делали, все это вы делали не совсем по своему желанию. Я понимаю, что это неприятно, я понимаю, что, скорее всего, вы с этим не согласитесь, но, тем не менее, скорее всего, ситуация именно вот такая. И здесь не нужно переживать, да, здесь лучше методично исследовать себя. Методично исследовать, изучать, смотреть, чего я хочу, что мне нужно, чего я желаю, вот, почему я не хочу учиться. Сидите на встречу своим чувствам, сидите на встречу своим ощущениям, вот, вы в анорексию впали, потому что, ну, потому что не прислушивались к себе. Вот. То есть, вы впали в анорексию именно по раму, по раму, потому что жили в отрыве от своих чувств. Вот. И сейчас, как бы, вы снова повторяете эту же самую ошибку, в плане того, что вы продолжаете жить, игнорируя свои чувства. Вот. Так поступать категорически не следует, не следует, потому что этим вы себе только лишь вредите, вредите. Вот. Я надеюсь, это понятно. Вот. Так что, смотрите, смотрите, как лучше вам сделать. Смотрите, исследуйте. Вот. Если, если хотите, можно, ага, и помочь вам, да, так вы можете обратиться к нам, да. Вот. Мы вам поможем в этом. Ну, только так. Только так. По-другому никак. То есть, мотивация, это, по сути, вот, единение со своими чувствами. То есть, единение с тем, что я хочу, что мне нужно и так далее. У вас этого нет, и это, как бы, нормально, что у вас этого нет. Потому что, ну, проблема-то осталась, да. То есть, атомодрекции вы, может быть, и вылечились, а проблема все равно осталась. Она теперь просто другая. Вот. Так что, тут, я думаю, ну, вам нравится. Вам нужна помощь. Вот. Я не сомневаюсь тем, что вы любопытный человек. Я не сомневаюсь тем, что у вас есть таланты. Я не сомневаюсь тем, что у вас есть способности. Вот. Ни в коем случае в этом не сомневаюсь. Но, хочу просто, чтобы вы поняли, что дело здесь ни в коем случае не в таланте, да. И ни в чем-то таком, а дело здесь именно, вот, в том, как вы организуете свои усилия. То есть, если вы находитесь в контакте с собой, со своими ресурсами. Вот. То все в порядке. Вот. Если нет, а мне показалось, что нет, то, соответственно, будут проблемы. Вот. Понимаете? Какая история. Какая история. Вот. Что-то мне кажется, что так вот. Ну, а, грубо говоря, грубо говоря, отсутствие мотивации, это не желание чего-то делать. Вот. Понимаете? А почему вы не желаете чего-то делать? Это нужно выяснять. Как и ассоциативный ряд можно также развивать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.